Значит, смотрите, я был хотел устроить разговор про файловые операции, и тут мне пришло к голову, что все-таки у нас курс не про языку программирования C в частности, и я формально так вообще не по нему, а курс по операционным системам. И было бы неплохо перед тем, как рассказать, или в процессе того, как рассказывать про файлы операции, рассказать про то, про файлы. Потому что я думаю, что без того, чтобы предварительно куда-то посмотреть, мало кто-то здесь присутствующих себе хорошо представляет, как реализована файловая система, то есть что там под капотом. То есть мы с вами привыкли к чему? Мы с вами привыкли к тому, что файловая система – это такое дерево файлов, причем, значит, конечными элементами этого дерева являются файлы, а узлами, хранящими файлы являются каталоги. Примерно вот такую картинку мы все себе рисуем, когда говорим про прохранную систему. Правда, у нас есть каталог, в него могут включаться файлы, а могут еще каталоги. В этих каталогах опять могут быть файлы, а могут быть опять каталоги. Такие вот дела. Вот. Надо сказать, что эта иерархическая структура, которая у нас есть в головах, да, кстати сказать, в некоторых операционных системах к файловой системе, как абстракции, с которой работают программы, почему-то прибавлено еще волшебное слово имя диска. То есть некая операционная система работает так, что у него еще есть диск 1, там условно говорят, здесь диск 2, ну или в Windows они называются c, d, вот это все. Ого-го-го-го-го-го-го. Значит, совершенно непонятно, с какой стати логическую структуру каталогов внезапно бить на физические названия устройств. Вот. Это все проявление все того же свойства, о котором мы много говорили в прошлом модуле. Вся компьютерная наука при этом в действительности компьютерная технология, которая устроена таким образом, что когда-то, лет 50 назад, возникла задача, эту задачу доблестно решили современными на те пары методами, и с тех пор так и решали. Вот. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Я расскажу об одной штуке, важной, которая будет важной еще лет 5, а потом станет неважной. Значит, вот такая вот иерархия. Надо сказать, что, да, при этом идентификаторами в нашем представлении файлов являются имена. Ну, точнее, не так. Конечно же, не имена, потому что вот здесь вот такое же, может быть, имя один, да? Если на секунду себе представить, что файл из системы выглядит так и вот только так, что является уникальным идентификатором файлов в таком представлении? Да, путь от корня файловой системы. Значит, вот каталог 1, каталог 2. Соответственно, даже если имена файлов совпадают, то путь от корня это будет каталог 1, имя 1, а здесь каталог 1, каталог 2, имя 1. Вот. Мы чуть позже постараемся увидеть, что на самом деле все слегка сложнее, а может быть слегка проще. Это зависит от того, с какой стороны посмотреть. Но тем не менее. Так вот, вообще говоря, ровно такая организация файловой системы, штука неудобная в случае, если мы пользуемся классическими жесткими дисками, например, не говоря уже об устройствах, которые работают еще медленнее. То есть последние, я не знаю, 40 лет, а то и больше, внешние устройства, на которых мы организуем файловую систему, это были относительно медленные, относительно скорости работы компьютера и скорости работы оперативной памяти устройства, которые еще и обладали некоторыми внутренними скоростными характеристиками. Например, жесткий диск, он же как устроен? Вот, грубо говоря, у вас есть рабочая поверхность, которая крутится. Вот. И над этой поверхностью ездит туда-сюда считывающая головка. Соответственно, сама поверхность разбита на такие вот дорожки, а дорожки разбиты на сектора. И единицей считывания с жесткого диска является вот такой вот сектор. И для того, чтобы прочитать этот сектор с этого жесткого диска, надо дать ему две команды. Позиционировать головку на нужную дорожку, это очень медленная операция, потому что этим занимается шаговый двигатель. И дождаться, пока рабочая поверхность, дорожка, докрутится до того сектора, который собираетесь прочесть. Соответственно, если мы собираемся хранить наши данные вот на таком устройстве, ну, в действительности этих рабочих поверхностей иногда будет больше одной, но это не важно в данном случае совершенно. Если мы хотим хранить данные на таком вот устройстве, у нас внезапно возникает желание ну, например, запихать файл на одну дорожку или на соседнюю. То есть данные, которые относятся к одной группе, ну, например, к новому файлу, чтобы они где-то рядом на диске лежали с точки зрения его геометрии. Все 90-е, 80-е, отчасти нулевые годы прошли под флагом оптимизации работы файловых систем вот под это. Потом изобрели Solid State Drive и вся вот эта вот идеология, в общем, потихонечку вылетела в трубу. То есть нет, пока еще нет, потому что жесткие диски еще производятся в количестве невероятном и используются в очень многих местах, но большая часть того, большая часть той технологии, которая называется компьютерной наукой, которая лежит за файлами и системами, относится к оптимизации работы на вот этом стремительно устаревающем устройстве. Я часть даже этой стремительно устаревающей информации вам попробую сегодня рассказать, если успеем. Если она за это время не устареет, точно. Да. Слегка по-разному, но это измеряется, грубо говоря, в килобайтах. То есть традиционный жесткий диск разбит на сектора размером в полкилобайта, 512 байтов. И так было десятилетие. Но понятное дело, что в какой-то момент оказалось, что это очень маленький кусочек и стали, значит, поскольку аппаратных организаций самих жестких дисков на свете тоже десятки, в различных изводах это может быть и килобайты, 2, и 4, и 8, и даже 16. Но именно такого вот объема примерно. Как вы понимаете, не очень выгодно держать огромные куски непрерывных данных, потому что если у вас файл занимает 3 байта, то дальше что вы будете с ним делать? Вам придется изобретать специальную файлосистему, которая такие 3-байтовые файлы как-то так запихивает внутри одного сектора, а потом оттуда как-то читает. Это все усложняет. Значит, даже логическая организация файлосистемы, к которой мы привыкли, во-первых, не всегда такая была. Я еще встречал по молодости лет файлосистемы, в которой была такая одна большая зона, и файл номер такой-то в ней, все. А что соответствует этому номеру, у тебя было написано на бумажке. Или файле номер 0. Вот. Но самое главное, что она не является на самом деле достаточно эффективной. Фактически мы имеем дело с базой данных, ключом которой является полный путь к имени файла. Причем этот ключ никогда не доступен целиком. Для того, чтобы получить доступ вот к этому файлу, вам придется открыть корень, найти каталог, открыть каталог, найти в нем подкаталог, открыть этот каталог, найти в нем ссылку на файл, открыть файл. Длинно. Вот. Такие дела. То есть, в идеале, наверное, правильной файловой системой была бы такая, как в базе данных. Чтобы, во-первых, можно было искать файл по ключу, и этим ключом могло быть не только имя, не важно что, тег, порядковый номер, что хотите. Видите, различные способы упорядоченные файлы, индексации. А во-вторых, чтобы сам поиск по ключу, и мы, как настоящий поиск по ключу, не вот такую вот сложность, а алгоритмическую, зашли в таблицу, сделали там половинное деление шмяк, шмяк, нашли файл. Бинарное дерево какое-нибудь, например. Чтобы было. Вот. Такая файлосистема довольно долго существовала, называлась она RiserFS, потом случилась неприятность, автор этой файлосистемы убил собственную жену. Вот. И сел в тюрьму. Вот. То есть жена у него была русская, но этого никак не оправдывает, на самом деле. Вот. Значит, за это время, как бы люди, которые... Кстати, она до сих пор развивается, но довольно неактивно. Там один-единственный мантейнер. За это время другие файлосистемы подтянулись, но и концепция поменялась, потому что, как вы понимаете, на современных устройствах типа SSD-шечек вся вот эта вот оптимизация на поиск нужного сектора, она неинтересная. Значит, такие дела. То есть даже логическая структура файловой системы, с которой мы работаем сегодня, вообще говоря, неэффективна, просто такой она народилась там десятки лет назад. И поскольку у нас нету задачи работать с файлами гиперэффективно, было бы время, я бы рассказал, что такая задача есть, но, возможно, вам это будет даже не вредно, как дата-аналитикам. Но, к сожалению, нынче тренд такой, что если вы работаете с большими массивами данных, то вас сразу посылают в Big Data, вот там-то все хорошо, там быстро. Я видел прекрасную статью по поводу того, что если ваша Big Data – это несколько сотен гигабайтов, то это нифига не Big Data. Это очень small data, и вот на такого рода файловых системах, на современных Linux-овых файловых системах, работает прекрасно. Вы можете вот эти все свои, значит, ходу, превратить в небольшой shell скрипт и программу на C, и обычную файл-систему, и все будет хорошо, в некоторых случаях даже быстрее. И намного дешевле. Но это отдельная совершенно тема. Я, может быть, найду эту статью, потому что она, правда, имеет отношение к тематике дата-аналитики. Но мы сейчас про другое. Все эти файлы могут быть разных размеров, количество данных в каталоге может быть разных размеров, и тут у меня внезапно возникает вопрос. Ну, хорошо, давайте забудем про то, что диск – это диск. Давайте считать, что диск – это последовательность тех самых секторов. Начиная с первого и кончая последним. Давайте попробуем кто-нибудь здесь присутствующий, желательно все, хоть как-то превратить вот это, суровую реальность, вот в это. Как вот эта штука вся должна быть вот здесь? Ваше предложение. Да, значит, давайте изобретем, попробуем изобрести систему хранения файлов в файловой системе с учетом, что в реальности жесткий диск – это просто номера секторов от единицы до n, и все. Больше жесткий диск ничего не умеет. Он умеет позиционировать головку на нужный сектор. Это название. Да. Да. Например, да. Можно как бы полная, полная файл, да, например. Так. Взять строку. Это будет наш, грубо говоря, идентификатор нашего файла. Да. Ага. Куда ее положить? Отсортировать. Отсортировать. То есть, смотрите, вот у нас есть, значит, грубо говоря, идентификатор файла. Он, вообще говоря, неизвестно какой длины, ну, не идентификатор, давайте скажем честно, имя, да, вы же хотите, чтобы это было имя. Вот. Он неизвестно какой длины, значит, это имя. Ну, вот оно есть. Это имя. Дальше что делаем? Кладем сразу второе имя, да, прям рядом, встык. Ну, и так дальше, эти имена, имена, имена. А файлы где? А файлы, соответственно, в полоске. Минуточку, а это где хранится? Ну, не знаю, не знаю, вот у меня на компьютере, я так полагаю, порядка полумиллиона файлов. Вот. Значит, но... Так, значит, и так у нас возникает проблема номер один. Это соответствие имен файлов и самих файлов. Просто идея в том, что я не думал, что имя файла, это что-то неизвестное. Я думал, что имя файла, оно внутри. Внутри чего? Внутри самого файла. Это тоже интересная штука. Смотрите, я не пробовал, это очень интересная идея, подумать на этот счет стоит. То есть у нас на самом деле есть такие кусочки данных, в начале которых стоит имя, ну и, возможно, какие-то другие, какие-то описатели, да? И нам нужно научиться хранить вот эти кусочки данных на диске. Да. То есть мы взяли, вы взяли все файлы на диске, упорядочили их, распихали вот сюда, прям вот подряд в виде линейки. Да, и еще внутри каждого файла можно хранить ссылку на следующий пол-порядок. Сначала у нас был список, да? А потом, значит, когда мы один файл удаляем, у нас образуется пустое место такое, да? Давайте его обозначим черненьким. Вот. Ссылка просто на... ну, понятно. Вот, смотрите, значит, чем мне пока что не нравится эта идея? Эта идея мне не нравится двумя вещами. Вещь первая. Наиболее частая операция в реал-лайфе с файлами, за исключением чтения из них, это операция дописывания туда. То есть мы меняем размер файла, скорее всего, увеличиваем. В этой схеме это будет означать, а, переносность файла куда-то в свободное место, сразу, то есть операция паразитного копирования, которая нам не нужна, но поскольку файл у нас лежат подряд, мы не можем этого избежать. Значит, и второе, чем больше у нас файлов на диске и чем больше размер этого устройства, тем дольше нам ходить до конца. Мы помним, что поиск в связанном списке это операция линейной сложности. Если мы вспоминаем, что у нас еще и устройство, у которого время доступа к определенному месту зависит от того, где раньше стояла головка, мы получаем довольно тяжелую картинку. Представьте себе, что вот эта ленточка, это магнитная лента. Тогда вот это вот время доступа будет еще более тяжелое. Сюда, 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 сюда. Нет такого файла. Извините, такого файла нет. Вот. Значит, тем самым мы определяем две проблемы сразу. Первая проблема – это хранить ли файлы в непрерывном виде или их хранить кусочками. Очевидное решение, которое пришло в голову когда-то очень давно – хранить файлы кусочками. Потому что тогда у нас не будет проблемы для того, чтобы дописать в конец файла. Мы всего лишь должны сказать, а вот там вот следующий кусочек лежит. Так что первая идея, которая пришла людям в голову и достаточно эффективная на 30 лет отсюда назад, а может быть 40 файлов системы, была устроена примерно так. Вот у нас есть область, собственно, файлов. Плохо видно. Хорошо? Это, конечно, да, но в случае, когда они лежат подряд, у нас огромное количество поразительных перезаписей. Потому что нам нужно… Ну, если вот, если нам нужно этот файл увеличить на один сборок, что мы с ним делаем? Мы его переписываем сначала в конец и дописываем в конец. Потому что сюда он-то не влезает. Значит, нам нужно научиться для начала… Мы вообще ничего копировать не будем. Мы будем… Сейчас я покажу. Значит, первая идея – это представлять файл не как непрерывную штуку, а как последовательность вот этих самых секторов. Причем это не обязательно должны быть вот такие сектора. Это могут быть какие-то логические кластеры секторов, ну, более длинные, например, или более короткие. Вот. Значит, идея стоит в том, что мы разделяем область на, собственно, файловую и на область метаданных. Метаданные – это информация о файле разнообразная. С одной стороны, это информация о том, что это за файл, возможно, там имя. Сейчас мы до имени дойдем. Вот. А с другой стороны, это вот какая штука. Мы берем и строим такую табличку. Она называется «File Location Table». Фат. Давайте другим цветом, да? Вообще красненький буду использовать пореже. Такую табличку, в которой мы просто говорим. Вот смотрите. Если вы хотите узнать, что это за файл, который лежит, начиная с этого блока, то вот это будет первый номер блока, и он соответствует блоку номер 0. С первого они начинаются. 1, 2, 3 и так далее. N. Это уже не N, это уже M, извините. Потому что вот эти вот размеры, это не обязательно один сектор, это может быть такой кластер в нескольких секторах. Значит, если мы говорим, что файл, которому принадлежит первый блок, то это первый блок. 1, 2, 3, 4. Это блоки. Вот это номера, а это блоки. Дальше здесь записано в таблице размещения, какой блок у этого файла следующий. Скажем, 100. Значит, блок номер 2 в этом файле имеет номер 100. 100. То есть… Скажем так, это вся та информация о файлах, которая не является содержимым файлов. Есть данные и как бы метаданные. Имена файлов, права доступа, это все метаданные. Но в данном случае речь идет именно о таблице размещения. Я сейчас не говорю про вот это. Следующий блок, скажем, 8. 8. Да? 100. 8. А здесь написано все. Ну, обычно там минус 1 пишется. Получается, что файл у нас стоит из трех кластеров. Первый, сотый и восьмой. И это видно по таблице, потому что мы начинаем с первого, в нем написано сотый, в сотом написано восьмой, в восьмой написано конец файла. Первый, сотый, восьмой. Таким образом, если мы хотим, например, вот этот файл, в него добавить еще один, мы просто пишем сюда, вместо конца файла пишем там, скажем, 16, и он пойдет еще в 16, а сюда пишем все. Вот такая таблица занимает столько места, сколько секторов на диске, вернее, кластеров этих сам. Вот. Но зато она очень-очень примитивная. То есть вот такая архитектура предполагает, что мы можем файлы, ну, хранить как хотим. И эта же архитектура предполагает, что если мы очень долго занимаемся добавлением и удалением файлов разного размера, у нас в результате на диске получается полная каша. Вот примерно такая, как я здесь нарисовал. Вспоминая, что диск — это устройство, не то чтобы совсем последовательного, но несколько непрямого доступа, то есть время доступа к файлам, разбросанным по диску в разных местах, оно сильно различается, мы получаем, в общем, медленную файлосистему. Вот, реально медленную. Какой-нибудь NTFS, он, правда, устроен существенно эффективнее, чем FAT, но все равно дефрагментация идет часами. Да. Смотрите, если мы знаем, что файл начинается с первого сектора, почему мы это знаем, чуть позже расскажу. Это другая задача. Это задача, что делать в AdSate. Но если мы знаем, что файл начинается с первого сектора, мы смотрим в таблицу размещения файлов под номером 1. Во-первых, мы считываем этот первый сектор, потому что это начало нашего файла. Во-вторых, мы смотрим, что здесь написано 100. Значит, второй блок нашего файла – это кластер номер 100. Мы считаем кластер номер 100, смотрим в таблице размещения. Там написано 8. 8, 16, конец. Соответственно, эта штука была достаточно эффективной по сравнению с любой предыдущей организацией файл-системы. Ее главным недостатком была фрагментация. То есть, когда у нас один большой файл состоит из большого количества блоков, которые в силу исторических причин разбросаны по диску АБК. А как они разбросаны? А разбросаны они следующим образом. Мы, когда пытаемся добавить очередной сектор в файл, мы просто проходим таблицу размещения и смотрим, а нет ли тут помеченного ноликом, то бишь свободного. Есть, а вот его-то и мы и добавим. И начинается вот это. И требуются специальные программы, которые назывались дефоргментаторы диска, которые, собственно, что делали? Они складывали файлы в кучку в сектора, идущие подряд. Кстати сказать, все тоже паразитное копирование, только гораздо более реже случающееся. Вот. Потому что, поскольку дисковые операции медленные, то, предположим, у вас файл занимает, ну не знаю, там, гигабайт. Чтение гигабайтного файла вот так вот в разбивку могло раз в 10, а то и больше, быть медленнее, чем чтение этого гигабайтного файла, лежащего кусочка. Вот. В частности, еще и опять-таки в силу особенностей механики жесткого диска, прочесть одну дорожку можно за один оборот дорожки. Вот он вертится, и мы прям все эти сектора так жук-жук-жук-жук с него считываем. А прочесть столько же секторов, надо вот это двигать, надо ждать, пока докрутится диск. В общем, такое. А потом специальная программа, которая называется «дефрагментатор», сидит и дефрагментирует. Да, да, да. Или не запускаете эту программу и страдаете. Вот. Но, значит, как уже было сказано, это не самый эффективный способ, как придумать эффективный, мы сейчас вернемся. Мы не рассмотрели, что делать вот с этим безобразием. И да, мы еще никак не приблизились к вот этому дереву. В этом всем имена файлов не фигурируют пока еще никак. Что делать с именами? Самый простой подход состоит в том, что мы в нашей файлосистеме изобретаем еще один файловый объект, который называется «каталог». Это такой же файл в том смысле, что он ведет себя как файл. То есть он как-то размещен по диску. Просто это специальный объект другого типа. И в этом специальном объекте другого типа лежат имена, и начальные блоки, откуда они начинаются. Начало. Ну, блок. Блок. Возможно, там даже дальше есть еще какая-то информация, размер, права, ну и так дальше. Вот такие конгломераты последовательности имя файла метаданные отлично вписывались вот в эту идеологию за одним маленьким исключением, а вернее так, это было не исключение, потому что в те поры, когда все это изобретали, так делали все, а длина имени файлов была всегда одинаковая. Вот файл в системе, которая называлась FAT, длина имени файла была 8 байтов и 3 байта расширения. Были такие времена. Я тут внезапно в Википедии обнаружил следы этого. Люди, которые писали статью про обычные нормальные файлы системы, говорили, там очень длинные имена файлов, разумея, что раньше были 8-байтные имена. Вот, 8.3 такой классический схема. Почему? Потому что в этом случае у нас структура нашего каталога представляет свой просто массив. Мне не нужно искать. Мы просто берем так и посмотрели, нашли, пошли. То есть искать-то нужно, но искать проще. Его перематывать не надо. То есть все имена на самом деле от знаковой длины. А где, значит, нету, где, например, файл из трех символов, значит, остальное просто нули. Вот и все. Вот. Смотрите, это и есть каталог. Точно так же. Это она и есть. Вот этого рода объект, это и есть каталог. Да, это папка, это каталог. Еще говорят директория. Я слово папка не люблю, потому что не очень понятно, ну, странная аналогия. Вот. Слово директория на русском языке означает правительство из пяти правителей, или из семи, я уже забыл. Вот. Такой исторический термин. Поэтому я использую слово каталог. Но все три термина могут в литературе встречаться. Папка, каталог, директория. А где это и каталог, каталог, каталог? Смотрите, как вы уже поняли, каталог это просто такой файловый объект. То есть среди вот этих записей могут вполне встречаться каталоги. Вы туда ходите, вы считываете оттуда файловый объект, он оказывается с такой же точной табличкой, и это будет под каталог. Единственное, что там нужно предусмотреть, это место, откуда стандартно начинается самый корневой каталог, да, потому что кто-то на него должен сошлаться. Как правило, это место прибито гвоздями, где-то вот в этом месте прямо написано, а вот здесь у нас корневой каталог. Корень. Все. А что там право, ну, где блок, там, какая-то информация, а что право, как каталог? Что это каталог? Специальное обозначение того, что этот файловый объект является каталогом. Почему нет? Как понять? Проверить, является он каталогом или нет. Где-то другие файлы в этом каталоге лежат. Лежат. Как каталог? Прочесть этот каталог, который будет представлять собой такую же вторую табличку. Ну, вот, допустим, смотрите. Ну, конечно, слушайте, ровно так же, как на файл. Слушайте, еще раз. Нет никакой разницы между файлом и каталогом. Просто это разные типы объектов. Да? Вот этот файл ссылается на файл. Вот сюда вот. А вот эта штука ссылается на каталог. И он устроен точно так же, этот каталог. Понимаете? Он тоже представляет собой последовательность блоков. Вот. А когда вы его читаете, у вас оказывается вот эта штука, в которой свои собственные файлы, свои собственные ссылки и так дальше. А когда... То есть, просто я пытаюсь понять, то есть, она как бы взлается на начало этой таблицы, правильно? Ну, да. А как она понимает, когда конец файла, признак конца файла? Правда, что переключение между пользовательскими папками, это не перезапись файла, а перезапись ссылки? Сейчас все расскажу. Это чуть позже. Это немножко другая структура. Да. А сколько вообще вот эта строчка? Она большая? Сколько-то. Я не знаю, сколько. Честно, я последний раз с системой типов FAT работал в прошлом чиселетии. Но достаточно мало. Достаточно мало. Ну, да. Достаточно мало. То есть, вот такого рода метаданны обычно небольшие. Потому что нам нужно только первый блок знать, да? Там имя файла, оно совсем короткое в FAT. Какие-то права доступа и, собственно, все. Ну, и тип его, да, если это вот. Значит, какие мы встречаем проблемы с этим связанным? Проблем несколько. Главная проблема, как ни странно, это рост объема метаданных. Вы не можете заранее предсказать, сколько файлов вы положите на такую файловую систему, потому что чем больше вы кладете файлов, тем больше вот эта штука занимает. Вот. Но на самом деле не только это. Вторая проблема связана с тем, что нам приходится вот так вот прыгать и дефрагментировать диск. Вот. Третья проблема связана с тем, что у нас внезапно уникальным идентификатором файла является его путь. И это вообще плохая практика. Потому что как только вы теряете имя, или вы можете файл переименовать, например, и вроде бы ничего не поменялось, цепочка осталась та же самая, но у нас нету какого-то отдельного места, где мы сказали, что наш файл – это файл, который такой-то, да? Мы знаем, что файл с именем таким-то начинается с первого блока. И мы поменяли, другой теперь файл начинается с этого первого блока. На самом деле тот же самый. Короче говоря, понятие о файле как… о полном пути, как у уникального идентификатора – вещь не очень хорошая. Поэтому все современные файлы системы устроены не так. Но напоминаю, зачем я это рассказывал. Это довольно простой способ решить две проблемы. Проблема фрагментации, ну, необходимости фрагментации, да? И проблему разделения метаданных и… Проблему разделения метаданных и файлов и проблему организации каталогов. Мы теперь знаем, что отныне и довольно долго каталоги являются просто такими видами файлов. Которые хранят вот такую информацию. Значит, чуть больше раздумий приводят нас к тому, что, конечно же, уникальным идентификатором файла является вовсе не его имя. Уникальным идентификатором файла в терминах фата являлось начало его цепочки. Но это тоже плохо. Предположим, мы его взяли, переместили или скопировали, или переписали. Ну, короче говоря, мало ли что мы сделали с непосредственно секторами на диске. Номера секторов на диске не могут быть уникальным идентификатором файла. Поэтому в современных файловых системах, практически во всех, вводится понятие индексный дескриптор, iNode. Кстати сказать, не такое уж оно и современное. Изобрел его еще Деннис Рич, когда они с Томпсоном делали Unix свой. Вот именно еще Unix. Причем на ответ на вопрос, что такое iNode, Деннис говорит, да я уже не помню. Но это какой-то узел. Ну, ай, ну, пускай будет индексный узел. Я не знаю, индексный, наверное. Что такое iNode? iNode это такой отдельный сектор, кусочек на диске, обычно занимающий один сектор, который содержит все метаданные про файл, там права, тип. Мы знаем, что бывают уже как минимум два типа файлов. Это каталоги и файлы. На самом деле их больше в Unix, в Unix подобных системах в Unix. Что еще там? Время, ну, как бы время доступа, доступа, размер, ну и всякое. Всякое, всякое, можно посмотреть в какой-нибудь Википедии. Там прям есть отдельная статья iNode. Вот. Информация о файле. И в частности, как это правильно сказать, сектора, в которых он лежит. Значит, поскольку один iNode это целый сектор, понятно, что ему вот, ему метаинформации на целый сектор не напихаешь. Значит, тут образуется пустое место. Напоминаю, что единица обмена с обычным диском это целый сектор. Соответственно, запихивать несколько разнородных информаций в один сектор будет дешево, дорого потом разгребать. Вот. Ну и здесь как бы блок номер один. Блок номер два. Ну и так далее, вот по размеру. Ну понятно, значит, часть из этих блоков будет целиком занята, а последний будет занят не целиком. А здесь пусто. Вот. Вот такая штука. У iNode есть свой собственный уникальный номер. Номер такой-то. Уникален. И является уникальным идентификатором файлов в большинстве современных файловых систем. Вот этот номер. Разумеется, он не уникален, если, например, у вас есть два жестких диска, да, и на каждом из них организована вот такая файлосистема. Понятно, что там все иНоды начинаются с нуля, там заканчиваются своим адекватным n. Ну, в общем, в рамках двух разных файлосистем не может быть никакой уникальности, потому что некому соблюдать. Вы взяли флешку, вынули ее, воткнули в другой компьютер. Поэтому, понятное дело, что в двух физически разных файловых системах иНоды не уникальны. Внутри одной файлосистемы иНоды уникальны. Типичный, кстати, сказать алгоритм. Если у вас есть какие-то проблемы, введите дополнительный уровень косвенности, и, возможно, большая часть проблем отпадет. Да. Нет. Дальше что с этим делается? Дальше мы берем нашу файлосистему. И конструируем ее следующим образом. Вначале у нас идет такая табличка, которая называется суперблок. В которой, в основном, это описатель файловой системы, написано размер файлосистемы, тип, сколько раз ею пользуются, давно ли ее чинили, сколько у него, количество иНодов. Потому что мы заранее резервируем, сколько иНодов должно быть в файловой системе. Количество свободное, значит, объем свободного места. Что? А что именно непонятно? Я еще не дорассказал. Еще раз, про иНоды. А иНод – это описатель нашего файла. У одного файла? Нет, не может. Это уникальный идентификатор файла. У каждого файла свой. У каждого файла свой. А писатель уникальный – это уникальный идентификатор файла. Наш файл. Да, да, но сейчас мы к этому вернемся. Помните, я говорил, плохая идея делать имя, полный путь уникальным идентификатором. Вот это про всю файлосистему. Спасибо, что задали вопрос. И спасибо, что вы подтвердили. Это я натупил. Хорошо, что вы вовремя это заметили. Это уникальный идентификатор файла. Давайте я тут впишу прямо в рамках файловой системы. Потому что если их две, то, соответственно, там идентификатор файла. Вот. Соответственно. Вот это суперблок. Дальше идет табличка иНодов. Давайте я другим цветом напишу что-нибудь. А, вот табличка иНодов. Что? Она после него идет. Суперблок всегда фиксированного размера, потому что он как бы описатель нашей файловой системы. Мы говорим, какого размера, какого типа, сколько раз монтировали, давно ли его проверяли на консистентность, сколько в нем свободного места, сколько свободных иНодов. Все это информация немасштабируемая. То есть он фиксированного размера. Давайте это зафиксируем. А здесь вот нарисуем, что таблица иНодов, она какая-то. Она тоже фиксированного размера, но довольно большая. Обычно в традиционных файловых системах считается, что таблица иНодов занимает примерно 1% общего объема диска. Это, кстати, довольно много. То есть если у вас терабайт, то гигабайт будет... Нет, больше. В общем, много. Таблица иНодов. По-русски это называется индексный дескриптор. Каждый такой иНод ссылается на... Если файл маленький, то все сектора, из которых он состоит, лежат прямо в нем. А если он больше, догадайтесь с одного раза. Да, ссылка на такую же штуку, в которой лежат ссылки на другие сектора. Если он еще больше, там есть и третий уровень вложенности. Ну, в общем, такое. При этом, как мы уже договорились, каталоги, в общем, ничем не отличаются от файлов, кроме того, что это файловые объекты другого типа. И ссылка на корневой каталог. Тут еще корневой каталог. Можно еще раз? Если таблица не получается, там ссылка на следующий ее кусок. Нет, 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 это просто таблица. Нет, просто вставим 3D-3 уровень вложен. А, смотрите, если, значит, что такое нот? Это описатель файла. Если файл помещается вот в этот список блоков, маленький, окей. Если не помещается, то тут этот блок будет ссылаться не на файл, а на специальную такую табличку, которая будет состоять из списка блоков. 100500, блок 1501, ну и так дальше. Тем самым мы можем, значит, их, ну там, не помню сколько, 12, что ли, может быть, максимум. А так их может быть 12 в квадрате или в кубе штук. Только их тут уже не 12, их уже много, тут уже целый сектор. Что? Файлы не содержат. Это только ссылки на номер. То есть, если файл короткий, то мы прямо смотрим уже на диск. Если файл длинный, у нас на диске лежит вот такая фигня. Да, и этот перечень может быть деревом, в случае, если файл большой. Так, если вам непонятно, то сзади непонятно совсем. Задавайте вопрос. Сейчас. Я вам сейчас покажу. Вот она эта картинка. Вот их 14. Да? Если он все вмещается, то просто ссылка на 14 блоков или меньше. Если не вмещается, то будет ссылка вот на такие куски, в которых будет уже по 1024 таких ссылки. Если даже туда не вмещается, будет вот такое. Вот и все. То есть, тут как раз ничего чудесного нет. Как бы думать было не над чем. Мы же знаем размер файла. По этому размеру мы можем определить, влезет ли он прямо вот сюда. Или ему придется заводить блоки второго уровня или третьего. Вот и все. Такие дела. При этом, какого уровня эти блоки будут и что туда будет класс, это уже зависит от реализации файловой системы. То есть, иногда бывает так, что первые несколько, они первого уровня, следующие второго, следующие третьего. А иногда бывает так, что они сами как-то меняются. Я, честно, не в курсе. Да, это, в общем, и не важно. Да. Который содержит ссылку на блок, который содержит... Который содержит ссылку на блок, который содержит... Бла-бла-бла. Да, да, да. Вот. Ну вот эта картинка, я думаю, она сама за себя говорит. Она не универсальная. В разных файлах системах может быть устроена по-разному. Но принцип всегда один и тот же. Принцип иерархичности. Нет, суперблок – это часть файлосистемы с самого начала. Таблица iNode начинается после него. Да, более того, это очень важная часть файлосистемы. И, например, в современных файловых системах при создании, когда вы форматируете диск, точнее раздел на диске, копия суперблока разбрасывается с некоторым расстоянием друг от друга и поддерживается в синхронном состоянии. То есть суперблок на диске один, но в нескольких экземплярах на всякий случай. Если вы взяли, случайно его затерли, ну, будет очень плохо. Но если можно найти его копию где-нибудь позже, то будет не очень плохо. Таблица iNode, как конец, сами, вот эти iNode, сами ссылки. Это просто адреса такие, номера. Номера и вот этот адрес один. Да, и он, и он, каждый адрес, не так, iNode это вот эти штуки, да? Вот. Значит, каждая такая штука, это описатель файла, описатели дальше. Но, да, и, соответственно, номер iNode, там будет нулевой, iNode первый, это просто массив такой. То есть для того, чтобы дойти на iNode номер 100-500, нам нужно просто взять размер iNode умножить на 100-500, прибавить начало и считать соответствующий кусочек. Да, только они не в суперблоке лежат, а в таблице iNode. Да, 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 да. И для нас это просто номер, потому что это просто номер этой штуки. Вот. Сейчас я в какой-то момент сяду к компу и покажу все это. Значит. Еще раз. У них есть номера. Они уже, они отсортированы в том смысле, что они номера, да, вначале идет нулевой, потом первый, потом второй и так дальше. Вопрос в том, каким файлам они принадлежат. Нет, не отсортированы. Здесь возникает вопрос, как выяснить, соответствующий iNode занят файлом или нет. Это ведь проблема. Потому что нам нужно знать, вот мы хотим, допустим, отдать файлу вот этот iNode. Как выбрать свободный? Вот. Значит, поскольку, поскольку там есть еще одно соображение, связанное быстродействием диска, про это я сейчас расскажу. Вот, скажем, файл системы X2, про которую я картинку нашел, там сделано так. Там таблица занятых блоков на диске и таблица iNode соответствует так называемой битовой шкала, битовая маска. То есть, небольшой кусок, в котором столько битов, сколько и нодов у нас запланировано. Да, их фиксированное количество. Их мало то, что фиксированное количество. Их может иногда не хватать. Если вы, например, 100-500 миллионов маленьких файлов положили на файлы системы, а там и нодов только 100 миллионов, то 500 миллионов девать некуда. Вот. Битовая шкала. Значит, это свободные… Сейчас я… Смотрите, еще раз говорю, что практика показывает, что 1% вполне достаточно. Обычно бывает наоборот. То есть, вот в реал-лайфе обычно метаданные занимают меньше места, чем то место, которое под них отведено. Вот. Это если вы вот… У вас какая-то специфика хранения данных, что вы действительно храните 100-500 миллионов мелких файлов, вам нужно будет задуматься перед тем, как планировать вот это самое дисковое пространство, чтобы выделить нужное количество нодов. Есть отдельно файловые системы, их довольно… Примерно половина, в которых выделение нодов динамическое. Но тогда придется что-то делать с таблицей, либо ее перестраивать, либо делать их несколько штук, что, в общем, очень небезопасно. Потому что можно потерять. Усложнять архитектуру. Вот. Так что примерно у половины файловых систем таблицы нодов фиксированы. И практика показывает, что 1% по отношению к общему объему диска вполне достаточно. Вот. Значит, для того, чтобы найти свободный блок и отдать его файлу, или найти свободный нод, когда мы файл создаем, существует такой механизм, который называется битовая шкала. Битовая шкала, ну, поле, битовое поле на самом деле. Поле и нодов, и битовое поле блоков. Все, у меня кончился фломастер, буду писать черным. Смысл состоит в том, что там, конечно, линейная скорость поиска. По крайней мере, вот в этой упрощенной файловой системе, которую мы рассматриваем. Но линейная скорость по битам это довольно легко, особенно если учесть специфику, про которую скажу вот прямо сейчас. Вот. То есть, когда мы выделяем свежесозданному файлу и нод, и этому и ноду начинаем раздавать блоки, мы заглянуем вот сюда, выбираем нужный, в котором битик стоит 0, что он свободен, и, значит, под него выделяем блоки. И, собственно, в черне файловая система на этом, собственно, все. При этом, я вот тут стер каталог, да, вот тут у нас был, помните, значит, что лежит в каталоге? Каталог. Имя файла и нод. Все. Такая вот, получается, довольно простая штука. В этом смысле каталоги, структура каталога упрощается. Понятное дело, что имя, это может быть имя каталога, имя файла и имя чего-то другого. Я обещал прямо сейчас рассказать про быстродействие. Значит, как я уже сказал в начале лекции, тема эта устаревающая и стремительно. Тем не менее, даже в довольно старых файловых системах была сделана такая штука. У нас, когда мы работаем с блоками, у нас весь диск разделен на такие регионы. В операционных системах семейства BSD и, соответственно, файловой системе, которые в FreeBSD используются, она называется UFS. Эти штуки называются группами цилиндров. Группа цилиндров – это вот что такое. Это когда у нас мы рассматриваем жесткий диск. Сейчас покажу. Жесткий диск. У него же, возможно, не одна рабочая поверхность, а несколько. И не одна головка ходит по этим поверхностям, а несколько. Вот одна головка, вот вторая, третья, четвертая. Понятное дело, чтобы для того, чтобы прочитать вот эту дорожку или вот эту дорожку, или вот эту, или вот эту, времени не нужно. Мы можем прям все вместе читать. Вот такая фигня называлась цилиндром. Вот. И, соответственно, недалеко отстоящие друг от друга цилиндры считаются дешевой штукой для того, чтобы, если мы там размещаем один файл, то его быстро читать. Потому что далеко двигать головки не надо. Вот. Такая пачка быстро доступных мест на диске называлась цилиндр группой или просто блоком секторов. Вот. И диск делился на такие регионы. И дальше получалось что? Если мы заводим новый каталог, файл из системы смотрит и говорит, так, что-то у нас вот в этом регионе мало каталогов. Давайте ваш каталог будет вот здесь. И выдает ему блок из каталогов из этого региона. Когда мы заводим файл в этом каталоге, мы уже знаем, в каком месте, ну не мы, операционная система, знает, в каком месте был выделен блок под каталог. И она старается выделить файлы в том же регионе, чтобы они лежали где-то вот тут. Как ни странно, эта технология на реальной операционной системе довольно хорошо позволяет избежать фрагментации. Потому что если вы заводите файл на чистой операционной системе, то он вообще попадет в одну цилиндр группу. Если вы удаляете файл, то вы, скорее всего, удалите прямо из цилиндр группы, то есть освободится много места на ней. Если вы его там наращиваете, до тех пор, пока место есть, он все равно будет лежать там. А когда вы заводите следующий файл, здесь у нас же все забито, и, скорее всего, он будет заведен в другом месте. Такие дела. Напоминаю, что основная идея, которую я пытаюсь двигать с самого начала лекции, что каталоги, я вспомнил, что хотел рассказать, каталоги это просто такие файлы. В том смысле, что они, ничем от них не отличаются, кроме того, что при работе с ними мы их интерпретируем как, где, вот. Вот. Такие вот таблички. Не более того. В некоторых операционных системах, в той же BSD, например, можно вывести содержимое каталога на экран, как если бы это был файл. И вы видите какой-то вот набор всякой ерунды. Вот. Знаете, что из этого следует? Наверное, вы... Из того, что мы ввели новый уровень косменности под названием iNodes. Если я спрошу, что из этого следует, разумеется, никто не ответит. А если я намекну, что уникальным идентификатором файла является его индексный дескриптор. А что не является теперь уникальным идентификатором файла? Да. В подобного рода файловых системах у одного файла может быть сколько угодно имен. Потому что имя файла – это всего лишь такая запись в каталоге. Кто мешает сделать так, чтобы на один и тот же индексный дескриптор создалось много имен? Из одного каталога, из другого, из третьего, да из одного и того же. Можно вообще не перекладывать, да? Можно просто сделать два разных имени. Соответственно, перекладывание файлов представляет собой просто заведение имени в одном каталоге и удаление в другом. Да-да-да, я, собственно, на это и отвечаю. Вот. Значит, теперь вопрос вот какой. Какие мы можем встретить проблемы в этой, в общем, довольно по-своему законченной структуре, в которой, в общем, все наши чаяния удовлетворены даже какое-то отдельное приспособление к геометрии жесткого диска. Значит, проблемы, все проблемы, которые мы можем встретить с подобного рода файловыми системами, описываются одним словом. Когда слишком много. Это три слова. Тремя словами. Предположим, у нас слишком много файлов в каталоге. Миллион. Они вообще-то представляют собой список. Упс. Поиск в списке такой линейный. Вместо списка что надо делать? Бинарное дерево. Отлично. Поиск в сортированном списке. Логарифм. А сортировка списка N логарифм N. Еще хуже. Нет. Это хорошая идея в случае, если… Это очень хорошая идея в случае, если мы не модифицируем этот список. Вот. А сортировка – это тяжелая операция. А дерево, как обычно, ну или куча какая-нибудь. Логарифмическая сложность. То есть поиск в бедерево и дополнение в бедерево, и реструктуризация в бедерево. Или куча. Ну как бы любая структура, в которой добавление и удаление – это как бы нелинейная логарифмическая операция. Очень удобная штука. Вторая проблема. Очень длинный файл. Да. У вас дерево занимает? Что? Да. У вас дерево. Я когда… Я когда на список сказал, а как на самом деле дерево? Дерево? Да. Смотрите, дерево или куча, вообще говоря, любая структура, в которой сложность поиска, сложность добавления, сложность модификации в общем случае не линейно, а меньше. Например, логарифмически. Вот в частности файлы системы X4, которые используются на современных Linux, используются двоичные деревья для представления этой штуки. То есть, ну, это должно быть свежее дерево? Да, но в любом случае, смотрите, за исключением ситуации перестройки дерева, все остальные случаи, они вычислительно легкие. То есть, понятное дело, что, как всегда в таких случаях, мы можем придумать, как заобьюзить эту структуру, да? Но любой эффективной структуру данных, есть алгоритм, который ее неэффективно использует. Но в реал-лайфе обычно мы до этого не доходим. Это так же, как быстрая сортировка. Помните, да, что быстрая сортировка отлично работает на несортированных файлах и очень плохо работает на сортированных. Ну вот. Вот. Значит, смотрите, я просто хочу досказать. Первая проблема, которая может перед нами возникнуть. Слишком большие каталоги. Это значит, что нам нужно организовывать не список, а более сложную структуру в нем. Соответственно, поддержка со стороны файлосистемы. Вторая проблема. Слишком большие файлы. Что значит слишком большие? Мы же построили универсальную, вот там на картинке, на экране было, универсальную картинку, что мы можем хранить файлы приблизительно любого размера. Слишком большие файлы разложены. Они, понятное дело, не поместятся в одну, в один блочный регион, в одну цилиндр-группу. Их придется размазывать по всему диску. И если они там занимают тот самый терабайт, внезапно окажется, что их надо дефрагментировать. Не потому, что у нас плохая сама система, а потому, что система не рассчитана на то, что мы будем писать и писать и писать и в разные места. Писать, писать, писать. Тогда в конце концов мы выйдем за вот эти вот статистически верные параметры. Как эта задача решается? На самом деле она решается очень просто. А зачем нам записывать на диск по одному сектору? У нас же все равно есть кэш. В этом кэше мы уже несколько мегабайтов написали, а то и больше. А может быть и сотен мегабайтов. Почему бы нам не модифицировать файловую систему таким образом? Чтобы она умела хранить не только блоки, но и так называемые экстенты. Это блок не единичной длины. Экстент номер, скажем, 1, запятая длина, там, k. И это будет относиться к какому-то куску на диске длиной в k секторов. С одной стороны, кажется, а почему раньше так не придумали? А с другой стороны, начинаешь понимать, что если у тебя вместо однотипного понятия блок возникает понятие экстент непонятной длины, ну, как правило, там степень двойки. Вот. Вся структура, что свободно, что занято, какого размера блок кому выдавать, становится очень сложной. Там появляется искусственный мозг. Вот. Помимо всего прочего, работа с экстентами стала возможна только тогда, когда наша файлосистема понимает, что такое кэш. То есть для этого в Linux пришлось ввести дополнительный уровень косвенности, как обычно, так называемую виртуальную файлосистему. То есть сначала у нас идут все операции записи в кэш, и ваши приложеньки говорят, все, я все записал, все хорошо. Там накапливается вот такой длины, и ничего не знают про файлосистемы, что важно, да? Они записали, и хватит. Там накапывается большой длинный кусочек, и в это время ядро говорит, ну, все, пора писать, дорогой драйвер, запиши. Дорогой драйвер говорит, сколько? Гигабайт. Окей, говорит драйвер, сейчас мы его попилим на максимально возможные экстенты, и экстенты эти, они будут лежать вот, один зажим здесь, а другой здесь. Ну, их будет 10, а не 100-500 миллионов. Такие дела. Вот. Это второе преимущество, которое нужно достичь, чтобы файлосистемы работали быстро. Вот. Очень много всего. Еще бывает очень много маленьких файлов. Вот. Вот ситуация очень много маленьких файлов. Файлов разруливается довольно плохо. Были попытки записывать, запихивать в один и нот несколько файлов. Ну, короче, вот такое. В общем, в народе считается, храните ваши файлы в базе данных, а не в файлах, потому что если у вас очень много записей размером в одну строчку, то это называется база данных, а не файловая система. Тем не менее, введение дерева вместо списка имен, в общем, позволяет нормально хранить очень много маленьких файлов. 20. Чтобы закончить лекцию, раз уж у нас лекция была без примеров. Я обещал сделать пример, но примеры, видимо, будут в следующий раз. Чтобы закончить лекцию. Чего нам теперь не хватает от нашей файлосистемы? Она вроде бы уже и быстрая. Не хватает плюшек. Ну, реально, плюшек, которые в современном мире, возможно, не такие уж и плюшки, а прям-таки потребности. Первая плюшка. Чего мы хотим от файлосистемы? Придумайте. Что угодно. Да. Чего вот здесь вот не реализовано от слова совсем? Например, шифрование. Шифрование. Например, переменный размер. Вот захотели, увеличили, захотели, уменьшили. Причем идея переменного размера может же, ее же может довести до абсурда. Ну, например, я хочу файловую систему, которая физически лежит на четырех дисках сразу. Потому что, а да, а потом я добавлю пятый и хочу ее расширить до пяти. И это решается старым избитым приемом, введением нового уровня косвенности, который называется том файловой системы. Вот про тома кто-то говорил сегодня. Вот. То есть, вместо того, чтобы вот эта вся фигня работала непосредственно над диском, и эта фигня работает непосредственно над какой-то еще одной оберткой, в которую можно подключать разные железяки или куски этих железяк. Да? Тома файловой системы. Надежность. Как правило, надежность не относится, понятие надежность дискового хранилища не относится к файловой системе, в том смысле, что это свойство организации самого дискового массива, то, что называется RAID. Может быть, знаете этот термин. Это не FIMS, то не JA, да, а совсем другое. Значит, это ситуация, когда у вас, допустим, два винчестера, каждый по терабайту, предоставляют вам дисковый массив размером в один терабайт, но зато с двойной записью, и, соответственно, если на одном данные портятся, то на другом они остаются. Более сложная ситуация, когда у вас их, например, три, то, значит, два из них используются для хранения, а третий используются для хранения какой-то промежуточной информации, и там одинарную ошибку можно исправить, даже несмотря на то, что, ну, короче, там такое. Дальше начинаются всякие интересные подробности. Вот. Это, как правило, не относится к файлам системам, но может к этому относиться. Что еще? Еще версионирование. И время закончилось, да? Да, это семинарное. Хорошо? Значит, версионирование я напишу, и мы за этим закончим. Версионирование. Слэш бэкап. Резервное копирование. Смотрите, вы можете устроить так, что у вас будет файл из системы, помнить все версии файлов, которые одного и того же файла, которые на нем лежали. Вот. Она, конечно, немедленно заполнится. Ну, можно, например, сказать, помнить только шесть. Вот. Вот мне не хватило времени, но там вот тут вот копирование. Там много всяких хитростей, но у нас уже времени на них не хватает. Хорошо. Внимание. Для всех, кто меня слышит, появились домашние задания, и они, внимание, за прошлую лекцию. Это не означает, что у них будет какой-то садистский дедлайн. Просто они тематически относятся к предыдущей лекции. Не пропустите. Их будет больше. Я сделал только два, их будет больше. Я убил большую часть времени на то, чтобы... Так. Это все местные, да? Ни у кого не брал. На то, чтобы сделать контекст из дженжа. Все. Хорошо. Хорошо.